Добрый день! Мы продолжаем наше занятие по недельным разделам в программе «Чем депутат» Рады приветствовать вас на нашем канале И сегодня у нас двое, я и Юрий, но я начну первую, потому что, к сожалению, потом мне придется оставить вас У меня есть другое занятие сразу после Я сегодня хочу поговорить об одном интересном отрывке, который мы встречаем в нашем недельном разделе В недельном разделе «Беологс» И этот отрывок, он неожиданно влезает в повествование в довольно-таки важном месте Извини, пожалуйста, Юра, ты мне должен дать тогда сделать меня тоже постом, потому что я не могу поделиться Так, а как я это должен сделать? Нажми на мой, на мой этот самый, на меня Участники Сейчас, секундочку, господа, послушайте меня, пожалуйста Да Сейчас, секунду, я просто совершенно в другом месте Сейчас, дай-ка я кого-то Так, давай знаешь, что сделаем? Я, Юра, я тебя делаю... А, ты хост, ну замечательно Я же прошу его сделать ко-хостом меня, потому что я не могу поделиться Так ты и есть у меня ко-хостом Секунду, 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 секунду Все, а вы начали уже или еще нет? Мы начали уже, да Наташа, поздоровай А, я не знаю, я просто ворвался Все, 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 тогда продолжайте Все, сабаба Нихама, ты у меня называешься ко-хостом Да, но у меня не получается Ну, потому что тут написано ко-хостом Секундочку, что у тебя не получается? Что, в чем проблема? Шаринг сделать, поделиться не получается Ну ладно, тогда будем без того Я сейчас тебя сделаю, я сейчас тебя сделаю Подожди, ты кто? А, ты Лельмо Тру, окей Ну, смотрите Я не могу, оставь, неважно Я не могу это сделать Это Ленин тоже сделал Оставь Он вроде бы ее разделал меня ко-хостом Но это не работает Ты написана ко-хостом Ну, что можно сделать? Давайте продолжим Извините за перерыв Давайте я прочту это постепенно И сказал Муше Хубабу Сыну Руэля Медианитянина Тестю Муше Так он ему сказал Почему он здесь называется Хуве А не Итро, как в другом деле разделе Мы не будем в этом углубляться Хотя комментаторы объясняют Мы отправляемся в то место Ну, тут тоже, тесть влаше Так что непонятно, что о том же человеке Мы отправляемся в то место О котором Господь сказал его Отдам вам Иди с нами И мы сделаем тебе добро Ибо Господь обещал благополучие Израиля Но он сказал Ответный труп Не пойду А на свою землю И на свою родину пойду И сказал тот Не оставляй же нас Потому что ты знаешь Стоянки наши в пустыне И будешь нам глазами И вот если пойдешь с нами То добро, которое Господь сделает нам Мы сделаем тебе Так, слушай Ты можешь всех Выключить Потому что Натан оставил звук Выключил звук для всех Так не хама Я тебя включил Все в порядке Технические детали всегда возникают Короче, мы сейчас прочли Предложение, которое сделал Муше Хабаб На самом деле своему тесте И в конечном итоге Это вполне могло быть Некоторым такой Семейным вопросом Ну, так сказать Поехали вместе с нами Отец Будет тебе хорошо Ты заодно с нами Со всеми Получишь тоже добро Которое дается Израилю Но место, в котором это находится И придает ему совершенно другое значение Это место, которое предшествует Началу движения Израиля Такому грандиозному Победному движению В землю Израиля Которое потом Обломалось В дальнейшем Но в этот момент Все, все Все полны Водушевления Мы сейчас двинемся вперед И вот еще несколько дней Мы в Израиле Идем с нами Ну, это, так сказать Могло бы быть Могло бы теоретически Быть предложением Семейным Но Тут не видится Никакого конфликта Никаких разборок Семейных Значение Оно не очень понятно Почему оно Действительно Это предложение Находится в таком Существенном В таком Центральном месте И Приходится признать Что, скорее всего Значение его Гораздо Шире Чем просто Семейное обсуждение Вот пойдем с нами А он говорит Не, ну я не пойду У него свои дела Все это На самом деле По-видимому Гораздо более Серьезное Значение Поэтому Стоит разобраться Какое именно Это значение Имеет В контексте Взаимношения Между Народом Израиля И вот Этим человеком Итро И Тестем Моисея Во-первых Из разговора Главные Главные Два вопроса Еще Которые Здесь возникают Помимо Места Этого Расположения Непонятно Если вы Следили за разговором Непонятно Что в результате Произошло Пошел ли Итро Вместе С народом Израиля И не пошел Потому что Моше Его уговаривают Итро Отказывается Моше Настаивает Дополнительно И на этом Все обрывается То есть Непонятно Что было дальше Пошел Итро С ними Или не пошел Изначально Когда Моше Предлагает Итро Пойти Вместе С ними Это выглядит Как Просто Онлаж Предложение Пойдем С нами С тобой Будет Все Хорошо Мы народа Израиля Принимаем И Мы Делаем добро От того добра Который делает Всевышний нам И так Объясняют Комментаторы Много Комментаторов Так Объясняют Что Может быть Ты думал Что Если ты пойдешь С нами У тебя нет Никакого Какого Надела В Израиле А у нас Все это Раздается По семейному Признаку Так Нет Мы Тебя Дадим Надел Вот Так И Другие Похожие Комментарии Уговорить Всего Тебе С нами Будет Хорошо Показать Какие Мы Хорошие Искренне Мы Тебя Приглашаем И Готовы Тебе Давать Скобка Заметим Что Как Раз В Вопросе Надел Действительно Может Поэтому Так Комментаторы Объясняют Вопросе Наделов Мы Потом Из книги Шофтим Из дальнейшего За пределами Таро Узнаем Действительно У Потомков Петро Тестя Мушет У них Был Надел В Земле Израиль То Есть Можно Было Подумать Что Он Таки Уговорился И пошел С народом Израиля А может Быть Он Все Таки Не Уговорился А это Его Потомки Только Дети Решили Остаться Там Тоже Бывает И Что Дети Приезжают В Израиль А родители Остаются В Галуте Или Со Своим Народом Но Тут Возникает Еще Другой Есть У наших Комментаторов Разногласия По поводу Того Как Хронологически Происходили Дела С Приходами Тро И С Дарованием Тарена Тарена Описана Так Что Сначала Пришел Тро А потом Была Дарована Тарена Но Многие Считают Что Не так Дела Стояли А вот Пришел Тро И давал Советы Уже После Того Как Тара Была Дана Израиль Поскольку Моисей Сидел Тогда И судил Народ Как Он И Судил Соответственно Закон Которые Были Даны На Синае А то Что Это Написано В другом Порядке Мы Найдем Этому Смысл А есть Общее Правило Что Тара Не Всегда Идет По Хронологическому Порядку Иногда Ради Каких Особых Задача Меняется Ничего Страшного Но Для нас Это Существенно Если Итро Пришел До Даровляния Тары И он Присутствовал При Даровании Тары То Он На самом деле Автоматически Включается Народ Израиля Потому Что Он Присутствовал При Даровании Тары Как И весь Народ Израиля Включая Тех Людей Которые Не Были Евреем По Семейному Дереву Всякий Смешанный Народ Который Вышел Из Египта Все Они Были Там Все Они Получили Тару Все Они Стали Частью Народа Израиля И Теперь Вдруг Если Он Уже Как Бы Еврей Герб По Определению Наших Мудрецов Он Вдруг Будет Уходить К Себе Назад В Свою Свою Медьян Вместо Своего Рождения К Вопрос И Зависимо от того Как мы Построим Эту Историю У нас Получатся Разные Истории В одном Случае Итро Был Гером Тогда Странно Что Он Уйдет И Может быть Не стоит Ему Уходить И Может быть Он В конечном Итоге Не ушел А если Он Не был Гером Если Он Пришел После Дарования Тары То Может быть Мы его Должны Определить Как Первого Бен Ноха Который Целиком Солидарен С народом Израиля Дарованиям Тары Верят Во Всевышнего Но тем не менее Сам народ Израиля Он Может быть Не вошел Тогда Может быть По-другому Нам нужно Понимать Ответ Не по-другому А вот С более глубоким Смыслом Мы можем Понять Ответ Итро Ответ Итро Он Очень Решительный Он Говорит Не пойду А на землю Свою На свою Родину Пойду Поскольку У нас Тут Болгария Был Недавно Пушкинский Юбилей То В честь этого Я хотела Привести Это не имеет Большого отношения К нашей теме Но Есть такая Такая Литературная Форма Сейчас у меня Выскочило Даже как-то Из головы Название Эпифора Она называется По-моему Когда Повторяется Одно и то же Слово Для усиления Эффекта Я туда не пойду А вот туда Я пойду А у Пушкина Например Это один из стандартных Примеров Который демонстрирует Эту форму Вот есть такое стихотворение Вокруг меня Валы ревучи Когда грозой Угрянут тучи Храни меня Мой талисман Воединение Чуждых стран На лоне Скучного Похоя В тревоге Пламенного боя Храни меня Мой талисман И так далее Есть еще Много других Примеров Когда Для усиления Эффекта В стихах Или в прозе Иногда повторяется Одно и то же слово У меня есть еще Другие примеры Поскольку я сегодня Спешу Я пожалуй Не буду переводить Вы можете Их найти сами То есть это Очень решительный Такой И серьезный ответ Эпифора Назвайте И она подчеркивает Непреклонность Намерения Камбу Подчеркивает Непреклонность Намерения Итро Но вот эта Вот связь Я пойду К своему народу И пойду В свою землю На свою родину Моледед Важность этого Этой идеи Родины Земли Она Вовсе Не так уж Мала Особенно Если мы будем Считать Что Итро Не Презилит А вот Бен Нох Человек Принимающий Идеи Тары Но если он Считает Что важно Для него Вернуться На свою землю По-видимому Он понимает Что важно Ему Заняться Распространением Идеи Тары Может быть Мы не знаем Спешен Он в этом Был Или не так уж Он был В этом успешен Это все Скрыто для нас В историческом Тумане Скажем так Но Сама идея Она может быть Важной Для Бен Нох Остаться В своем Народине Остаться В своей Земле Для того Чтобы Распространять Идеи Тары И То что я еще Хотела добавить Я уже Много раз Говорила Что в Таре Разные Исследователи Разные Комментаторы Выделяют Разные Структуры Очень часто Это бывает Такая структура Которая Называется Хиазмус Это Концентрические Структуры И Я воспользуюсь Здесь Схемой Которой 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 Приводит Раф Доктор Йонатан Гроссман Это Учителя Я еще раз Попробую Может быть О Вот сейчас Получится Вот сейчас Получилось Вот видим Эту схему Да У нас Есть В середине Синайское Откровение И Тро Он же Самый Хував Он Как бы До Синайского Откровения У нас Появляется В Таре И он Появляется После Синайского Перед Итро У нас Появляется Амалет А Следующие Стихи После Разговора С Сувавом Муше У нас Появляются Враги Израиля Мы Прочтем Еще Потом Этот Стих Но Есть Такая Структура С краю У нас Есть Враги Рядом У нас Есть Друзья А В середине Синай Это Очень Красивая Такая Картинка Что Есть У Синай Получение Тары Еврейский Народ Рядом С нами Есть Наши Друзья Которые Для нас Важны И Которых Собственно Муше Хочет Пригласить Быть С нами И Сейчас Мы Посмотрим Продолжение Этого Разговора Следующие Слова Наши Они Уже Не так Не Видны Не Так Непосредственно Так Нам Казалось Что Пойдем С нами Тебе Будет От Нас Хорошо Просто От Широкой Души Он Говорит Что Ты Нам Нужен Не Оставляй Нас Потому Что Ты Знаешь Условия Стоянок Наших В пустыне Будешь Ты Нам Глазами И Вот Если Пойдешь С нами То Добро Которое Господь Сделает Нами Мы Сделаем Тебе Добро Но Ты Нам Нужен Ты Нам Нужен В пустыне И Можно Расширить Это Понимание На Другие Ситуации На Более Широкое Понимание И Сказать Что Вообще Говоря Действительно Нам Нужны Нам Они Нужны Поскольку В этой Пустыне Мира Нужен Кто-то Кто В ней Разбирается Нужен Кто-то Кто Может Донести Идеи Тары Для Других Народ Нельзя Не Упомянуть Поскольку Я Все Равно Воспользовалась Схемой Яна Грассмара О том Что Он Приводит Здесь Критику Мушей Он Говорит Есть Скрытая Критика Вот Посмотрите Мушей Обращался Китро И Говорил Что Мы Без Тебя Пропадем В пустыне Ты Нам Будешь Помогать А Что Говорится Дальше Следующие Господи И Рассеются Враги Твои Вот Это Враги Которые Здесь Появляются И Побегут Ненавистники Твои От Лица Твоего И Так Далее То То Они Они Помогают Выжить В пустыне Народов И Они Помогают Привезти Другие Народы Всевышнему Но В той ситуации Когда их нет То Тогда Действительно Приходится Полагаться На Того Кто Нас Защищает Всегда И Охраняет От врагов Такого Единственная Наша Надежда На Всевышнего И Таким Разом Мне кажется Тут Могу Быть Действительно Не Случайно Нет Ответа И Мы Не Знаем Что Потом Происходит С Цитром Пошел Он В результате Или Не Пошел Потому Что На Второе Приглашение Он Ничего Не Отвечает Или Отвечает А Мы Ответа Не Знаем Не Написано Ничего На Этому Все Обрывается Это Дает Возможность Построить Два Мы Продолжение В первом варианте Вот Мы можем Сказать Что Наверное Был Гер И Он Придел Второе Месяце Со Всем Народом И Тогда Наверное Он Уговорился И Пошел Вместе Со Всеми И Вот Мы Видим Его Потомков Потом Они Получили Даже Надел В Среди Надел В районе А Другой Вариант Что Он Не Присутствовал При Даровании Тары И Он Себя Считал Нигером А Гнейнохом Человеком Который Поверил В истинность Тары Всевышнего И Решил Донести Эту Идею До Своего Народка На этом Я Остановлюсь И Спасибо Всем За Внимание Спасибо Нехама Можно Вопрос Нехама Что Тогда Получается Если И Тро Принял Тору На Синае То Тогда Моше Не Сказал Ему Мы Сделаем Тебе Добро Он Он Не Отделял Его От Себя Всевышний Сделает Тебе Добро Тебе Получается Какое-то Разделение Мы И Ты Может Да Это Вопрос Действительно Не очевидно Это То Что Ты говоришь Свидетельствует Скорее В пользу Того Что Он Все Так Не Был Гером Но С Другой Стороны Большинство Наших Мудрецов И Комментаторов Говорят Что Он Так Гер Называет Его Гером И Кроме Того Вот Есть Его Потомки Видимо Точно Гер Они Часть Народа Израиля Ну Так Скорее Я Не Пыталась Полностью Закрыть Эту Тему Гораздо Интереснее Увидеть Что Здесь Есть Больше Скрытого Чем Открытого И Можно Поразмыслить На Эту Тему Дальше Я Просто должна Бежать На Другой Урок Спасибо Всем Кто Меня Слушал Если Есть Еще Какие Вопросы Можно Сформулировать В чате Или Обсудить Так Что Всем До Свидания И Передаю Микрофон Юри Спасибо Так Добрый Вечер Добрый Вечер Уважаемые Слушатели Меня Сейчас Слышно Видно Все Нормально Ответьте Кто Нибудь Слышно И Видно Слышно И Видно Все Замечательно Итак Я хочу Поговорить Вот на Какую Тему Как вы Себе Представляете Движение Израиля По пустыне Вот как Сказала Нехама Все Что Происходит Сейчас Вот В этом Разделе Это Последняя Подготовка К началу Движения По пустыне Я Напомню Что По Последней Переписи Евреев Да Которая В начале Книги Бамидбар Нас Немножко Больше Шестисот Тысяч Только Военно Обязанных Мужчин То есть Возраста От Двадцати Лет И старше Если мы К этому Количеству Добавим Колено Леви Которая Вот в эту Военно Обязанную Перепись Не входила И Добавим Детей Которые Ну Хорошо Они там Младше Двадцати лет Но Все равно Так сказать Они существуют Добавим Женщин То По разным Оценкам Можно Говорить О том Что У нас Было Порядка Три Три С половиной Миллиона Ну Примерно В Торе Нигде Не сказано Точно Сколько Но Немало Теперь Второй Вопрос Вот Три Миллиона Человек Допустим Да Они Уже Разделены На Есть Такая Четкая Структура Семья Род Колено Каждые Три Колена Образуют Свой Лагерь Значит Вот Четыре Лагеря Таким Крестом Располагаются На стоянках И В середине Лагерь Левитов И совсем В середине Мешка А вот Мы Пошли И вот Три Три С половиной Миллиона На Марш Ну Даже Если Они Все Идут Я Не Очень Себе Представляю Как Идти По Пустыне Да Какие Там Были Дороги Для Движения Все Таки Наверное Там Были Стада Скота Так Сказать Колоссальная Вообще Группа Людей Но Так Иначе Вот Три С Половиной Миллиона Человек Как Их Не Стро Это Будет Колонна Длиной Несколько Километров Кабы Не Десяток Километров И Тора Нам Говорит Что Вот Сначала Один Лагерь Начинал Движение Потом Другой Лагерь Потом Двигался Лагерь Левитов С Мешканом Потом Третий Четвертый То есть Из Описания Торы Мы Понимаем Что Это Была Такая Колоссальная Колонна Двигающаяся По Пустыне А Теперь Следующий Вопрос Насколько Мы Себе Представляем У Них С Мобильными Телефонами Была Большая Напряженка Не Было Мобильных Телефонов И Даже Обычных Полевых Радиостанций Армейского Образца У них Не Было Так Вот Каким Образом Осуществлять Связь Осуществлять Единое Движение Мало Вроде Что Эти Отстали Эти Ушли Вперед Как-то Надо Из Одного Конца Этой Колоссальной Колонны В другой Конец Что-то Сообщить Где-то Идут Мошея Арон Они Должны Отдать Команду Например Что Вот Здесь У нас Будет Стоянка Эта Команда Должна Пройти По Всей Колонне Как Это Сделать И Вот Эта Мобильная Связь Во время Движения Понятно Как Организовывалась Связь Когда Мы Стояли У горы Синай Понятно Как Все это Было Организовано Когда Мы Вышли Из Египта Нет Проблем Впереди Столб Огненный Или Столб Облачный Соответственно Ночью И днем И за ним Идут Вот Все эти Колоссальные Массы И когда Мы Стояли У Сина Тоже В общем Все это Достаточно Понятно Стоим На месте Лагерь На месте Можно Всегда Послать Гонца От Мошея Арона На Другой Конец Но Вот Сейчас Мы Собираемся Двигаться В путь Да Мы Еще Не знаем Что Этот Маршрут Будет Длиться 40 Лет Но Скажем Маше Примерно Представляет Расстояние До земли Израиль И Такая Колоссальная Масса Народу Будет Ити Ну Меньшей Мерой Месяц Может быть Больше И Вот Нужно Как-то Организовать Связь Хорошо И В нашем Разделе Это Организация Связи Между Отдельными Частями Колонны В движении Описано Значит И Говорил Ашем Маше Сказав Сделай Себе Две Трубы Из Серебра Цельного Куска Сделай Их И будут Тебе Для созыва Общины И для Движения Лагерей Очень Интересно Всевышний Прекрасно Понимает Проблему Вот Управления Трех с половиной Миллионной Колонной Людей Плюс Стада Плюс Повозки Плюс Плюс Много Чего И Обеспечивает Маше Указанием Каким Образом Нужно Организовать Связь Делаются Две Сигнальных Трубы Первое На что Я хочу Обратить Ваше Внимание Что В одном Пусуке Повторяется Дважды Себе И Тебе Сделай Себе Две Трубы И будут Тебе Для созыва Общины И для Движения Лагерей Вопрос А что Значит Себе И тебе Мы Примерно Понимаем Что Машер Абейну Не вечен И Ему Уже Между прочим Вот в этот момент О котором Идет речь 81 год Да Он проживет Еще 39 лет Но Тем не менее А что Будет Дальше И И мы Точно Знаем Итанах Нам Это все Описывает Что Все Другие Предметы Сделанные Для Существования Еврейского Народа Для функционирования Мишкана Ну Ковчег Минора Золотой Жертвенник Медный Жертвенник Стол Для холебов Предложения Все Конструкция Мишкана И двора Вокруг Мишкана Все Это Пережило Маше На сотни И сотни Лет И Когда После Маше Пришел Йошуа Он Не делал Заново Ну Например Минару Для освящения Мишкана Та же Самая Минара Которую Делали Во времена Маше Она Работала И при Йошу И дальше Всю Эпоху Судей И дальше Во время Царствования Царя Давида И дальше Когда Царь Шламу Построил Храм Просто Мишкан Прекратил Своё Существование Полностью Выполнил Свои Задачи И Все Оборудование Мишкана Переехало В храм И вот Минара Чудесным образом Заняла Своё место В первом Зале Храма И золотой Жертвенник Там стоял И И И И Все это было За одним Исключением Вот Серебряные Трубы Они 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 Маше И Только Для Маше А что Делал Йошуа А Йошуа Сделал Себе Две Другие Серебряные И Потом Значит Когда После Йошуа Менялись Судьи Менялись Те Кто Служили У мешкания А потом В храме Первосвященники Наши Изготавливались Другие Трубы И Откуда Мы это знаем Вообще Говоря Когда Римляне Уничтожили Второй Храм И Утащили Оттуда Всю Храмовую Утварь То На знаменитой Арке Тита В Риме Есть Такой Барельеф Который Показывает Триумф Тита Да Вот Рим Устраивал Торжественный Парад Триумф Для Военачальника Который Одержал Великие Победы Победу Над Маленькой Иудеей Рим Считал Величайшим Военным Достижением Поэтому Император Тит Был Награжден Триумфом В Риме Так вот На этом Барельефе Мы видим Много 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 Римских Солдат Которые Идут С трубами И Есть Такое Очень Сильное Подозрение Что Это Как раз Серебряные Трубы Из Храма Потому Что Ну Там Есть И Другие Элементы Кто Несет Минору Кто Несет Ковчег Но Простите Ковчег Никто Не Несет Ковчега Труба Это Трубы Из Храма То Есть Когда Прошло Уже Много Сот Лет После Строительства Мешкана Накопились Трубы Делали Новые Трубы Новые Трубы Новые Трубы Со Сменой Руководства Менялись Серебряные Трубы О чем Речь Почему Вот Эта Труба Эти Две Трубы Предназначались Только Для Машек Дело В том Что Каждому Поколению Надо Обращаться На Его Языки Мне Очень Нравятся Строчки Бориса Леонидовича Пастернака Из Поэмы 905 Год Выходят Книжки В новом Духе А в старом Возбуждают Смех То есть Для того Чтобы Вот Эти Сигналы Эти Книги Как У Пастернака Или Сигналы Этих Труб Для Для Чтобы Они Дошли До Нового Поколения Это Должны Быть Новые Трубы Говорите С Новым Поколением На Языке Нового Поколения Знаете Очень Интересно Поняли Это Дело Американские Евреи Вот В Еврейской Общине Америки Принято Каждые 20 лет Издавать Новый Перевод Торы Вот Прошло 20 лет Все Выпускаем Новый Перевод Не потому Что Изменилась Тора Не потому Что Содержание Свитка Стало Каким-то Другим А потому Что Изменился Английский Язык Потому Что Пришло Другое Поколение С Которым Надо Говорить На Его Языке И Надо Делать Новый Перевод Каждые 20 Так Принято В Соединенных Американских Штатах Так Вот Поэтому Вот Эти Трубы Которые Заменяли В То Время Средства Массовой Информации Мобильную Связь Какую-то Сигнализацию Все В Этих Трубах Было Сосредоточено Поэтому Эти Трубы Так Как Сделаны Они Они Нужны На Следующие Годы Жизни Маше А Когда Придет Йошуа После Маше Он Сделает Себе Две Других Других Труб Это Первое Второе Трубы На Иврите Хацетсрор Других 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 Собирается Собирается Нескольких Частей Там Есть Одна Часть Другая Там Кнопки Там Мундштук Еще Что-то Еще Что-то Вот Сигнальные Трубы Маше Должны Быть Сделаны Из Цельного Куска Металла Это Намек На То Что Сигнал Этих Труб Необходим Для Восстановления Единства Израиля Мы С вами Уже Обсуждали И Когда Мы Выходили Из Египта И Когда На Нас Напал Малек Что Одной Из Главных Если Не Сказать Просто Главнейшей Проблем Израиля После Выхода Из Египта Было Формирование Единства В чем Единство Не На Уровне Все Должны Выполнить Приказ Маши Рабе Единство Которое Возникло В его Полном Объеме Перед Горой Синай Когда Вот Мы Шли 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 По Пустыне Во Множественном Числе А Потом Сказано И Пришел Израиль Горе Синай И Встал Израиль Горе Синай Один Встал В единственном Числе То есть Все Встали Как Один Человек Это Ситуация Единства Которая Возникла Вот Перед Дарованием Тары На самом Деле Сказать Это не Было Ну вот Мы Теперь Едины Когда Когда Едины То Мы Непобедимы Что Кстати Абсолютно Верно Амалек На нас Напал В тот Момент Когда Единство Было Потеряно Первый Раз Великое Единство Израиля Возникло На берегу Тростнепового Моря И Запел Израиль Один А вот Когда Мы Уже Море Перешли И все Вот Это Там Были Всякие Проблемы Воды Не Хватало Еды Не Хватало И Среди Народа Израиля Был Разброд И Шатание И Вот В этот Момент В момент Потерянного Единства На нас Нападает Амалек Ну Эту Историю Мы Сейчас Опустим Кому Интересно Перечитает Е Дальше Единство Возникает У Гары Синай И Опять Это Единство Теряется Потому Что Говорят Наши Мудрецы 12 Золотых Тельцов Сделали Израильтяне Не Один Телец А 12 Красивая Метафора Которая На самом Деле Показывает Именно Разброд И Шатание Так Так Вот Сигнал Серебряных Труп Предназначен Для того Чтобы Напомнить Израилю Что Единство Нам Необходимо Что Единство Наша Психологическая Общность Наша Готовность К совместному Действию Это Самое Важное Что Нужно Для Реализации Тора На земле Единство Это Не Значит Какая Это Казарменная Дисциплина Там Все Встали Построились И Выполняют Приказ Начальника Вовсе Нет Единство Это Значит Общее Понимание Нашей Задачи А То Что Каждое Колено Действует Своим Образом И То Что Есть Целая Структура Руководства Социальная Структура Народа Это Само Собой Но Про Единство Надо Помнить И Поэтому Трубы Из Цельного Куска Металла И Вот Они Обеспечивают Единство Для Созыва Общины И Для Движения Лагерей Ну Почему Металл Для Труб Серебряный Вообще Говоря Мы Вынесли Из Египта Массу Всяких Разных Металлов Значит Потом Когда Мы Будем Строить Мешкан Мы Уже Построили Значит Мешкан Мы Уже Построили Это Было В Книге Шмот И Мы Помним Что Громадное Количество Металла У нас Было Настолько Много Что Даже Пришлось Прекратить Собирать Пожертвования Вполне Хватало Для Всех Конструкций Хорошо Так Вот У нас Была Медь У нас Было Золото У нас Было Серебро Значит Помните Классическую Пословицу Огонь Вода И медные Трубы То есть Все Духовые Оркестры Все Что Обеспечивает Почет Славу Там Все Связано С медными Трубами Но мы Не делаем Медные Трубы Если Мы Хотим Чтобы Эти Трубы Были Особо Выделены Дорогие Показывали Все Великолепие Нашего Народа Можно Было Было Наверное Сделать Из Золота Нет Сделать Их Надо Из Серебра Вопрос Почему Серебро На Иврите Кесов И Это Слово Однокоренное Со Словом Кесуфим Средство Ну Между Прочем Совершенно Не Случайно И на Русском Языке Говорят Там Вы Живете Непосредством Или Где Бы Мне Найти Средство Для Приобретения Квартиры Или Что То То Что Деньги Это Средство Это Примерно Понятно Так Вот На Иврите Серебро Кесов Это Средство Для Того Чтобы Что-то Приобрести Что-то Сделать А Золото Захав Зэ А Два Слова Зэ Это Ну Как Ребенок Говорит Зэ 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 Это 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 А Дай Принеси То Есть Золото Воспринимается В символике Танаха Как Цель А Серебро Как Средство Для Достижения Цели Так Вот Серебряные Трубы Это Средство Для Восстановления Цельности Общины Для Восстановления Единства Народа Израиля Для Напоминания Народу Израиля О том Что Он Един И Поэтому Непобедим Значит Вообще Говоря Был Такой Замечательный Раф Раф Вайнфильд Он Родился В Чехии Ну Перед Войной Семья Переехала В США И Вот Годы Его Жизни Раф Вайнфильд Говорил О трех Уроках Серебряных Труб Ну Ну Первый Его Урок Мы Уже Разобрали Да Что Эти Две Трубы О которых Сегодня Идет Речь Это Только Для Маше А потом Труб Было Очень Много И Скажем Во времена Второго Храма Было Сначала Двенадцать А потом Двадцать Четыре Очереди Когена То есть Семья Аарона Плодилась И Размножалась И Когенов Стало Так Много Что Они Не Могли Одновременно Служить Все В храме Так Скать Для них Не хватало Рабочих Мест Поэтому Все Когены Были Разделены На Двадцать Четыре Череды И Вот Значит Каждому Выпадало Две Недели В году Работать В храме Да А Остальное Время Он Находился У себя Дома Занимался Хозяйством Так Вот Мы Не Очень Хорошо Это Знаем По Крайней Мере Подробных Описаний На Эту Тему Нет Но Есть Подозрение Что По Крайней Мере Каждый Коген Вот Который Находился На Службе В храме Имел Свою Серебряную Трубу То есть Серебряных Труб В храме Были Десятки Вот За это Время Набрались Десятки Серебряных Хорошо Идем Дальше И Затрубят В них В них Да Если Труб Две То Если Затрубят В них То Значит В обе Трубы Одновременно И Соберутся К тебе Вся Община Ко Входу Шатра Встречи Значит Обратим Внимание Что Сбор Всей Общины По Сигналу Двух Труб И Если В одну Затрубят И Соберутся К тебе Несиим Главы Тысяч Исраэля Значит Смотрите Вообще Говоря Несиим Главы Тысяч Значит Их Ну Опять-таки Эти Тысячи Считались По-военно Обязанным То есть Их Шестьсот Слишним И Понятно Что Несиим Находятся По Всему Лагерю Израиля Или В движении По Всей Колонии Да Потому Что Это Глава Тысячи Если Какая-то Тысяча Воинов Идет В Авангарде Значит Их Носи С ними Если Какая-то Тысяча Идет В Аргергарде То Их Носи С ними И То же Самое В Лагере Они по Всем Местам Лагеря Распределены Более Или менее Равномерно Где Кто Живет Там И Соответствующий Носи Так Так Вот Вопрос Значит Если Две Трубы Их Сигнал Идет По Всему Лагерю Или По Всей Колонии И Это Сигнал Сбора Общины Ну Наверное Все-таки Не в Походной Колонии А в Лагере Все Должны Собраться В Шатру В 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 Носи Им Тоже Находятся Не Где-то Рядом А Тоже Находятся Далеко На всей Территории Такое Впечатление Что Носи Обладали Особо Острым Слухом Потому Что Общий Сбор Две Трубы А Сбор Носи Одна Труба Вопрос Почему Смотрите Кто Такие Носи Это Евреи В чем-то Выдающиеся Мы Помним Сейчас Мы Не будем К этому Возвращаться Что Когда Мы Стояли У горы Синай Вот До Даравания Тары Пришел Итро И Предложил Маше Организовать Такую Социальную Структуру Еврейского Народа Выбрать Людей Которые Будут Главами Тысяч Главы Колен Там Тысяч Сотен И так Далее Так вот Носи Это Главы Тысяч И Это Евреи Которые Которые Чем-то Выделены Вовсе Не Обязательно Что Они Там Скажем Особо Богатые Нет Может Быть Это Человек Особо Готовый К Организации Жизни Своей Тысячи К Улаживанию Спора Между Людьми Вот К Организации Вот Этой Социальной Структуры Как На Стоянке Разделить Места Для Шатров Как Опять-таки Выделить Кому-то Какое-то Пастбище Для Скота Вот Для Решения Вот Таких Вопросов Это Человек В Чем-то Особенный Так Вот У Этих Людей Более Тонкий Слух Значит Я могу Более Подробно Остановиться На этом Месте Но я Просто боюсь Что это Будет Слишком Длинно В общем Давайте Примем Эта Заданность Если надо Потом Зададите Вопрос Что Люди Которые Являются Элитой Народа Они Обладают Гораздо Большей Чувствительностью Гораздо Более Тонким Слухом И не только В физическом Смысле Гораздо Более Острым Зрением И опять Не только В физическом Смысле И не Сколько В физическом Смысле Он Слышит Не только То что Человек Сказал Но и то что Человек Хочет Сказать И Вот Это Качество Еврейской Элиты И Демонстрируется Вот Этим Законом Для сбора Несиним Достаточно Необходимо И достаточно Трубить В одну Трубу И только В одну То есть Когда мы Обращаемся К большим Людям То Мы им Говорим Все то же Самое Что мы Говорим Любым Другим Людям Но На пол Тона Ниже Но Без Эмоционального Напора Не надо На них Давить Ну Примерно Об этом же Если хотите У Михаила Афанасьевича Булгакова Никогда Ничего Не просите У великих Мира Сего Сами Все Предложат И Сами Все Дадут Не надо Напирать На Представителей Элиты С ними Надо Очень Спокойненько И тихо Одной Трубой А дальше Начинается Самое Интересное Третий Урок Рава Вайнфельда Он Говорит Вот о чем Существует Два На самом деле Три Трубных Звука Значит Есть звук Протяжный Который Если вы Помните Трубление В шафар В роша Шана И в Йом Кипур То Там вот Есть Протяжный Звук Который Называется Ткиа Длинный Протяжный Звук И есть Другой Звук Прерывистый Который Называется Труа Но есть Еще Шварин Комбинация Такая Коротких Звуков Но Два Главных Ткиа И Тро И Здесь Нам Тора Говорит Что Есть Ситуации Когда Надо Трубить Прерывисто Трубить Труа Значит Вот Когда Начинается Движение Трубим Прерывисто Прич Первый Раз Мы Трубим И Начинают Двигаться Лагеря Восточная Второй Раз Тоже Прерывисто Трубим И Начинаются Двигаться Лагеря Южная Значит Вот Прерывистым Трублением Протрубят Для Передвижения Их А вот Когда Собирается Община То Символика Другая Трубите Но Непрерывисто Трубите Ткиа Как Это Объясняется Начинается Движение Мы Напоминаем Всему Народу Что Движение Это Та Ситуация Где Очень Легко Потерять Цельность Израиля Где Кто-то Отстанет Кто-то Зайдет Вперед Кто-то Отклонится В сторону И так Далее И так Далее И вот Этот Прерывистый Сигнал Помните Что В движении Легко Потерять Цельность Что Мы Должны Двигаться Как Единый Израиль И Поэтому Прерывисто А вот Если Мы Собираем Общину То Трубим Ткиа Если И то же Самое Если Собираем Несиим То Ткиа В одну Трубу Значит Сбор Ткиа Движение Труа И Следующий Закон Асыны Аарона Коэны Будут Трубить В трубы И Будут Для вас Законом Вечным Для поколений Ваш Вообще Говоря Хедуш Некая Новость Потому Что Вообще Говоря В храме В мешкане За музыкальные Инструменты Отвечали Левиты И Это Много Раз В Танахе Оговаривается Что Именно Левиты Играли Там На Разных Музыкальных Инструментах На Кенорах На Шафарах На Цельцилях Там На Всяком Разном Пели Играли Это Была Их Работа В храме А Вот Трубить В сигнальные Трубы Будут Только Коэны Это Их Дело Вопрос Почему Ответ Тот Тот Кто Владеет Средством Массовой Информации Владеет Народом Тот Кто Владеет Системой Подачи Сигналов Тот Тот Шалом Итак Кстати Кстати Еще Один Знак Такой Семан Нам сказано Трубы делать из серебра А серебро Это белый металл А белый металл Это Вообще Белый цвет Это цвет Милосердия Да Не случайно Врачи В белых халатах Да Белый цвет В нашей символике Это цвет Милосердия И Коэне Как символ Милосердия Будут трубить В белые трубы И Наконец Следующий Закон Трубления А когда Пойдете Войной В стране Вашей На врага Теснящего Вас И Трубите Прерывисто То есть Трубите Труа В трубы И Будете Вспомянуты Перед Ашем Илогим Вашим И будете Спасены От врагов Ваших Значит Обратите Внимание Что Тора Нам Еще раз Напоминает О том Какая Война Является Войной Заповеданной Войной Которую Мы Вести Должны И Обязаны И Это Заповедь Всевышнего Хотя Вообще Говоря Мы Конечно Стремимся К Миру Но Есть Две Войны Которую Мы Вести Обязаны Первая Война Это Война За Завоевание Эрц Исраэль Та война Которую Много лет Вел Йошуа После Маше И Второй Тип Войны Это Защита Нашей Страны От Внешнего Врага То есть Когда Пойдете Войной В стране Вашей На врага Теснящего Вас То есть На нас Кто-то Напал И вот Тогда Мы Должны Обязаны Можем Выходить На войну И Сигнал Для этого Выхода На войну Мы Уже Понимаем Почему Это Так Точно Так же Как При Движении Лагерей Надо Трубить Прерывисто Так И При Движении Войска Надо Трубить Прерывисто Значит Мы Должны Помнить Что Сейчас На войне Вот Всяко Может быть И Лагерь Может Разделиться Как это Было С Авраамом Из В других Ситуациях С Йошуа И На нас Будут Нападать И В поле Две Воли И Всяко Может быть И вот Напоминание Об этом Прерывистое Трубление И И И Будем Спасены Им Спасены От Врагов Ваших И Наконец Последний Закон Связанный Струблением В серебряные Трубы И И В день Радости Ваши И В праздники Ваши И В начало Месяцев Ваших И Трубите Ткиа Вот Этот Вот Протяжный Непрерывный Сигнал В Трубы Ваши В трубы Над Алёт Вашими И Над Зарезанием Шламим Ваших И Будут Для Вас Памятью Перед Ашем Перед Илогим Вашим Я Ашем Илогим Ваш Значит Последний Закон О Трублении В трубы Значит Если Это День Радости День Победы Наш Праздник Вот Только Что Был Праздник Шивот Праздник Дарования Тару В Новомесячье В Рошходыш Во Все Другие Праздники В День Независимости В День Освобождения Иерусалима Когда Будет У нас Стоять Храм И Мы Будем Приносить Жертвы Значит Ну Есть Жертва Ола Жертва Всесожжения Их Относительно Немного Это То Что Сгорает На Жертвеннике А А Вот Дальше Основная Праздничная Жертва Это Зарезание Шламим Мирная Жертва Это Те Животные Которых Съедают При Большом Стечении Народа Поедание Этих Животных Это Шалом Это Единство Это Радость В Израиле То есть Животное Принесенное В Зарезание Шламим Маленький Кусочек Там Надпочечный Жир Там Есть Несколько Маленьких Кусочков Которые Сгорают На Жертвеннике Положенная Часть Отдается Поэну Который Эту Жертву Сделал Зарезал И Ну Тоже Небольшая Часть Там Язык С Челюстью Плечо Одно Вот А Все Остальное То есть Основную Там 95% Туши Животного Съедают Съедает Владелец Его Семья Приглашенные Гости И вот Весь Народ Особенно Если Эти жертвы Приносят Несиим Приносят Царь Израиля Приносят Люди Богатые Они Кормят При этом Весь Народ В Танахе Описано Как Приносились Жертвы Например Во время Переноса Ковчега Из Хеврона В Ярусалим И во время Освещения Храма Шламу Когда Началась Служба В храме Вот Были Колоссальные Зарезания Шламин От которых Мясо Получил Весь Еврейский Народ И вот Единственный Способ О котором Здесь Сказано Способ Соединения Народа Способ Из Людей У каждого Из них Свои Интересы Свой Дом Своё Хозяйство Свои Планы Но Единственное Что может Объединить Людей Это Радость Оптимизм Перспектива Вот Это То Что Объединяет Людей Общество Которое Построено На страхе На казарменной Дисциплине На пресловутой Вертикали Власти Устоять Не может Общество Которое Построено На оптимизме На перспективе Будущего Это Общество Бессмертное И мы Существуем Барухашем Четыре с половиной Тысячи лет И будем Существовать Еще Очень Очень Долго Спасибо За внимание Какие Есть Вопросы Так Уважаемые Господа Вопросы 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 Тогда Если Вопросов Нет Тогда Всем Спасибо За внимание И До новых Встреч В следующий Вторник Спасибо Спасибо